В Бурятии родители-антипрививочники не вакцинируют детей от туберкулеза. В прошлом году по разным показаниям не привили почти тысячу новорожденных. Половину из них из-за отказа родителей. Такой статистика поделились в Минздраве Бурятии. В целом, при республике заболеваемость туберкулезом снижается. За прошлый год выявили 328 случаев, тогда как в 2022 – 362. Однако стабильно из года в год выявляют 4-5 человека с запущенным формами туберкулеза. Чаще всего это люди, которые не проходили флюорографию более двух лет. Отдельная категория пациентов – зараженные туберкулезом и ВИЧ одновременно. В 2023 году всего было выявлено туберкулез плюс ВИЧ 65 человек. В 2022 году было 78 человек, то есть на 15% уменьшилось. Вообще по Российской Федерации в Бурятии занимает 30 место. А ПТУФО мы находимся на 10 месте. Лучше только у нас в Саха-Якутии. Главным способом защититься от туберкулеза остается вакцинация. Она не дает 100% гарантии, но снижает вероятность заражения и возможных осложнений в 50 раз. Кроме того, необходимо регулярно проходить флюорографию. Не реже одного раза в год. Колоссальная работа идет у всех врачей. Это проведение профилактических мероприятий, связанных с диагностикой. Это различными пробами, пробами и МАРТУ. Сейчас мы перешли на современный тест, который финансируется в Республике Бурятий. 8 миллионов ежегодно выделяется. Это диаскин-тест. В ближайшие дни проверить свои легкие жители Улан-Удэ смогут прямо в центре города. 27 и 28 марта на площади Советов и возле Русского драмтеатра будет работать передвижные флюорографы. Обследование будет идти с 10 утра до 5 вечера. При себе нужно иметь паспорт. Продолжение следует...